Всем привет! В эфире программа «Четыре четверти» И мы, ее постоянные ведущие Семен и Сергей Ну что, с чего начнем? С повторения правил безопасного поведения на дороге и у проезжей части Сережа, я думаю, что об этих правилах знают все школьники, да и не только Тем более, нам постоянно о них родители рассказывают Даже в школе различные мероприятия на эту тему проводят Полностью с тобой согласен Кстати, на прошлой неделе прошло одно из таких мероприятий Так что сначала давайте посмотрим, как прошло мероприятие, а потом вспомним элементарные правила Учащиеся первого и второго класса специальной общеобразовательной школы Собрались в актовом зале для того, чтобы вступить в ряды отряда ЮПИТ ЮПИТ – это детская организация юных помощников и инспекторов движения Ребята из этого отряда помогают другим узнавать все о правилах дорожного движения И о том, как правильно вести себя на дороге Чтобы правильно быть, чтобы не попасть в арю По традиции старшие наставники, ребята, которые уже давно состоят в рядах этой организации Принимают у новичков экзамен Мы очень готовили тщательно, рассказывали про знаки светофора Помимо того, что ребята рассказали будущим юным инспекторам про знаки Они еще и напомнили о том, как нужно переходить дорогу А теперь экзамен Первое задание – ответить на вопросы А именно – назвать двух- или трехколесное средство передвижения Как известно, это велосипед Затем сказать, какие изображения называются запрещающими, предупреждающими и разрешающими Как вы догадались, это дорожные знаки А также, почему можно только ходить Ответ – по тротуару Первые испытания ребята прошли с легкостью Второе задание – собрать из конструктора лего проезжую часть Со знаками и участниками дорожного движения И это задание ребята с легкостью выполнили Третье испытание – игра светофор Мне понравилась игра Как играли дети Как показывали значки Зеленый, желтый, красный На красный свет нужно было стоять На желтый приготовиться На зеленый уже можно было идти Ребята с достоинством прошли все испытания И теперь готовы стать юными помощниками инспекторов дорожного движения Но перед тем, как получить отличительные знаки, нужно было произнести клятву Я торжественно клянусь соблюдать правила дорожного движения на дороге Переходить дорогу только в положенном месте Не разговаривать и не пользоваться мобильным телефоном при переходе дороги Клянусь, клянусь, клянусь Новоиспеченным юным помощником были вручены знаки Памятки и галстуки в цвет светофора Мне понравилось, когда я раздавал галстуки, памятки Значки Ну и когда все там Что-то делали, город делали Знаки, машины Теперь ребята с гордостью будут не только носить почетное звание Помощник инспектора дорожного движения Но и рассказывает другим, как нужно вести себя на проезжей части и вблизи нее Вот ты говоришь, что правила дорожного поведения знают все Да Но однако не все их соблюдают и неправильно переходят дорогу Давайте же вспомним, где и как нужно правильно переходить дорогу Маленький Миша хочет перейти дорогу Попробуем заново Только пусть на этот раз мэтр объяснит несколько простых правил Во-первых, пользуйся пешеходным переходом В темное время суток неплохо бы одеться поярче Когда для машин зажжется красный А для пешеходов зеленый свет Можно переходить Но предварительно посмотри налево, а затем направо И не зевай И машины, и пешеходы должны быть внимательны друг к другу Соблюдай правила И в добрый путь! Сема, но ведь это далеко не все правила безопасного поведения Согласен, об остальных нам расскажет инспектор по безопасности дорожного движения Пешеходы у нас самые незащищенные участники дорожного движения поэтому им нужно быть предельно внимательными, обязательно соблюдать правила дорожного движения. Не стоит путать, у нас есть знаки пешеходный переход, но они имеют разные значения. В красном треугольнике это знак, предупреждают водителя о том, что впереди будет пешеходный переход. Водители при виде этого знака снижают скорость и понимают, что впереди будет пешеходный переход, и возможно на нем будут пешеходы. Конечно же, пешеходам нельзя переходить в данном месте проезжую часть, необходимо пройти дальше до знака пешеходный переход в синем квадрате и только там уже перейти в проезжую часть. У нас на улице рано темнеет, пешеходам для того, чтобы их было видно, необходимо себя обезопасить свето-возвращающими элементами. При попадании луча света, светоотражающий элемент отражает луч отправителя, тем самым у нас видно пешеходов заблаговременно, поэтому водитель может принять правильное решение для избежания столкновения с пешеходом. Кстати, пока не были придуманы правила дорожного движения, перед машиной бегал человек с флажком и громким криком предупреждал всех о приближении автомобиля. Действительно, так и было. А первый светофор был придуман в 1928 году, но не в России, а в Англии, и сразу же был окрещен трехглазым электрическим полицейским. А сейчас рассказ еще об одном интересном мероприятии. Что, опять обезопасите дорожного движения? Да нет, ты, как всегда, меня не дослушал. Мероприятие, которое тоже было интересным и полезным, было посвящено здоровому образу жизни. Мы за здоровый образ жизни. По таким названиям в стенах шестой школы прошла тематическая дискотека для подростков и молодежи Губкинского. Организаторами мероприятия выступили специалисты эколого-эстетического отдела «Гармония». Мы будем танцевать, откажемся от пагубных привычек, будем пропагандировать здоровый образ жизни, своим примером показывать, что обязательно поддерживать хорошее состояние. Мы за активность, мы за спорт. В течение всего музыкального вечера ребята принимали участие в конкурсах, посвященных здоровому образу жизни, и танцевали под всем известные музыкальные треки. Цель данного мероприятия – не только рассказать подрастающему поколению о вреде вредных привычек, но и воспитать у молодежи стремление к здоровому образу жизни. Ребята, соблюдайте элементарные правила дорожного движения, а также ведите здоровый и активный образ жизни. Ну а на этом у нас все. Увидимся на телеканале «Вектор Рон» через неделю в это же время. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»